хорошную нахуй а то блять командир скажет что вы сука делаете крошим сука ублюдков вот это наши бойцы блять вот покажи им привет помогает о донбасс арена город донецк анонимная хакерская группа фоккланс флейм передала в распоряжение сообщества информ на палм массив информации извлеченные с телефона сотрудника российской федеральной службы исполнения наказания ценность полученной информации состоит в том что большинство фотографий извлеченных с телефона содержат полный экзив данные в том числе точное указание даты создания фото хакерская группа фоккланс флейм сообщила что также провела операцию по установке настоящих личных данных объекта которые были подтверждены благодаря перехвату информации о почтовом переводе примечательно что на своей социальной странице сотрудник в син пытается закрывать свое лицо ретушью и постоянно меняет фамилию данные все равно попали в открытый доступ было установлено что владелец фото и видеоархива рихинау николай владимирович на свою скромную зарплату сотрудник кофсин или на деньги за убийство украинцев он успел приобрести автомобиль mitsubishi eclipse черного цвета с регистрационным номером r011 не 161 регион ростовская область использует позывные шторм и коловрат является подсчитателем третьего рейха о чем свидетельствует фото на сайдена в его архиве согласно экзив данным фотографии удалось восстановить хронологию пребывания николая рихинау как на донбассе так и на базе подготовки отряда специального назначения мангуст гуфсин россии в ростовской области фото 17 марта 2015 года база подготовки спецназа гуфсин российской федерации мангуст фото 27 апреля 2015 года из варина краснодон украина на фото от 29 апреля 15-го года николай рихина выложил свой позывной штурм купюрами по 5000 рублей и точку под ним тысячными купюрами вероятно хвастая своим заработком за участие в боевых действиях по приблизительным подсчетам на фото около 250 тысяч рублей далее серия фото за 12 мая 2015 года где николай вновь участие в российской федерации на тренировке спецподразделения в силе 15 июня 2015 года фото из оккупировано российскими террористическими силами украинского города луганска серия фото с той же даты 24 июня 2015 года российский спецназовец шевронами новороссии уже хвастается что он на море на следующий день российский отпускник турист уже позирует на фоне стадиона шахтер в оккупированном россиянами украинском донецке и фотографируется в воловайске далее фото под той же датой но уже на технике а на видео штурм с заказом откровенничает про отпуск ну а вот так мы проводим свой отпуск 29 июня 2015 года вновь фото из луганска и на фоне дорожных указателей артемовск-дебальцево-углегорск а вот интересный документ выданный николаю штурму по 6 июля 2015 года так называемый генеральной прокуратуры днр в котором подтверждается что он находится в составе управления специальных операций генпрокуратуры днр с 1 июля по 30 октября 2015 года с правом ношения оружия были в архиве фото и видео из донецкого аэропорта датированные январем 2015 года так называемая серия материалов для отчета о зимней командировке среди которых он сделал фото убитого украинского военнослужащего хакерам также удалось скрыть переписку в которой николай заказывает себе поделку печати для наградных документов а а а Материалы данного расследования являются очередным подтверждением участия хатеровых российских военнослужащих в войне на Донбассе, которые через систему командировок в добровольно в принудительном порядке, за повышенное материальное вознаграждение отправляются убивать украинцев и проводить оккупационные действия в интересах Российской Федерации.